Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события жизни проекта. Анастасия Паршина прозрела. Проект закончился, она оплатила квартиру за первый месяц. Через какое-то время Уманский и его семья начали вести себя неадекватно. Уманский, по словам Настя, снимает красивые истории для социальных сетей, тратит ее деньги, в остальное время спит и развлекается с друзьями. К ней относится плохо, кричит, издевается и говорит, что проблемы маленького сына его не касаются. Вдобавок ко всему, Уманский выгоняет из квартиры Паршину с ребенком в Ставрополь. К Насте приехала ее мама Евгения, которая помогает с малышом и ради этого бросила свою работу. Уманский начал оскорблять тещу и терпение Паршиной закончилось. Свои отношения Паршина называет грязными и усранскими. Не понимаю, как я влезла в это семейство, говорит она в сториз. Оказалось, что и мать Никиты не хочет видеть внука, а его сестра ненавидит кроху Адриана всем сердцем. А хуже всего, что Уманский употребляет запрещенные препараты и под препаратами встречал Паршину из роддома и вез домой. Никита ходит к психиатру, как утверждает Паршина, поэтому Настя, если и будет с ним когда-нибудь общаться, то только ради сына. Его семью она знать не хочет. Сейчас Паршина ходит с Адрианом по больницам, потому что мальчик не спит ночами и плачет. Настя лечит сына и перевела на специальную смесь, а позже уедет к себе домой. У экс-участницы нет желания молчать, пока Уманский обманывает своих подписчиков, выставляя себя хорошим отцом. На самом деле он собирается на Дом-2, как и уже предполагалось ранее. Только вот Паршина на проект не вернется, ведь уже поняла, что пора ставить точку в отношениях и растить ребенка без отца. Но разве Анастасия сразу не видела, что Уманский за человек? Несколько дней назад Ольга Рапунцель сообщила о плохом самочувствии маленькой Софии. Молодая мамочка заверила, что переживает за наследницу. Девочка простыла, из-за чего не спала почти всю ночь и лишь под утро ей стало лучшее. К слову, обеспокоенная Оля даже вызвала дочери врача из платной клиники. Правдоподобное проявление заботы со стороны яжматери сразу же сменилось наплевательским отношением. В сториз Оля показала кадры своих будней, заставивших фолловеров насторожиться. Судя по новым снимкам, якобы заболевшую Софию Ольга усадила в стульчик рядом с Настеж открытым окном. При этом молодая мама даже не подумала, что малышка может простыть еще больше, ведь на улице пока еще не слишком тепло. К слову, многие сразу же обвинили Рапунцель в показухе. Пользователям социальных сетей показалось, что Оля изначально переигрывала в мнимой заботе о дочери. А на самом деле все происходящее банально использовала на благо своего контента и наверняка неплохо повысила охваты. Ольга Бузова снова спровоцировала слухи о том, что больше не одиноко. Напомню, с момента расставания Ольги и Давида Манукяна в январе этого года прошло несколько месяцев. И все это время по сети гуляли слухи о том, кого Оля осчастливила своим выбором на этот раз. В число возможных претендентов на сердце Бузовой попали футболист Артем Зуев и ее экс-ухажер Валентин Коробков. Правда, сама Оля до сих пор не подтвердила, но и не опровергла подобную информацию, а накануне дала новый повод для сплетен, засветив авто потенциального бойфренда. Так, после ужина с командой в ресторане Бузова отправилась в кино, о чем поспешила доложить фолловерам. Более того, в сториз Оля засветила автомобиль марки Rolls-Royce, на котором таинственный мужчина прокатил ее по центру столицы. Ни лица ухажера, ни его имени Оля не назвала, однако засветило имя устройство татарин на панели, где переключала музыку. Илья Ибаров и Настя Голд уже вовсю готовятся к разводу. После расставания парочке всплыло немало неприятных моментов их сожительства, о которых ранее оба умалчивали. Так, Илья заверил, что устал от упреков Насти, особенно когда речь касалась денег. А сама Анастасия дала понять, что ей пришлось содержать бывшего, в том числе и платить за него алименты. Впрочем, после свежих новостей от Ебарова, Голд может изменить свое мнение на этот счет. Несколько дней назад Илья наглядно продемонстрировал, что устроился на работу на стройку, а накануне похвастался, что подписал первый важный договор. По словам саратовского шансонье, он подписал договор на постройку дома, и судя по тому, что планируется строительство роскошного коттеджа, сам Илья неплохо на этом зарабатывает. Причем, речь, возможно, идет о сумме, которая могла бы покрыть ипотеку на квартиру, приобретенную Настей и Ильей еще в браке. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. В очередной раз прошелся по новому формату телестройки и качеству работы ведущих бывший участник Май Абрикосов. Сначала он затронул компетентность и профессионализм Влада Кадони, сомневаясь, что Влад чего-то достиг в этой жизни, а еще берется учить молодежь. Затем в своей статье Май поднял тему старых участников, назвав их лузерами, а напоследок вспомнил про Надю. Абрикосов утверждает, что Надежду Ермакову уволили из службы кастинга Дома-2. Если верить Маю, то Ермакова больше не сможет совмещать основную работу кастинг-менеджера с участием в телепроекте. Так как Надя начала строить отношения, то по правилам проекта ее лишают телефона с 12 дня до 12 ночи. Маю попалось на глаза объявление от работодателя о Solaris Promo Production, которым ведется поиски кастинг-менеджера реалити-шоу с полной занятостью. Вот и Тертишный сделал выводы, что Ермакова уволена. Ермакова ранее уверяла своих подписчиков, что все еще работает менеджером, но теперь ее основная задача строить отношения. Кстати, на шлоке писали, что Надя не одна проводила собеседование, так что большой потери проект не понесет с ее увольнением. Зато участница из Надя отменная. С первых дней под камерами она обсуждает чужие отношения, ссорится с Глебом Клубничкой и нашла себе парня. У Ермаковой начинается жизнь с чистого листа. Или Надю действительно не смогли уволить, не пристроив хотя бы на проект? Ведь Ермаковой нужно выплачивать кредиты, которые она набрала, чтобы занять крупную сумму денег бывшему жениху. Александра Черно известна своей способностью изродовать все, к чему прикасается. К примеру, девушка неоднократно выдирала себе ресницы сразу после наращивания. Кроме того, уничтожению подвергались маникюр и педикюр, и даже брекеты Саша умудрилась отломать в первые же сутки. Правда, недавно Черно заверила, что избавилась как минимум от одной своей пагубной привычки. Рассказывая о похудении, молодая мамочка все еще надеется сбросить лишние килограммы. Саша привела в пример свои ногти. Девушка заявила, что считает огромным достижением и проявлением силы воли тот факт, что больше их не грызет. Впрочем, продержалась Черно недолго. Накануне Саша продемонстрировала маникюр, сделанный меньше двух недель назад. Так, каждый ноготь Александра обгрызла и обломала почти под ноль. Причем, судя по закадровой фразе Саши, что жизнь боль и самой случившееся кажется забавным. Сидели бы себе тихо после строительных работ выпускники Дома-2 Илья Яббаров и Александр Гобозов. Не лезли бы с отчетами о своих трудовых подвигах в социальные сети. Не терпели бы насмешки и троллинг со стороны пользователей. Не успел в очередной раз Илья Яббаров похвастаться каким-то договором в прямом эфире, доказывая, что претензии Насти Голд на квартиру и автомобиль не имеют под собой оснований, как подвергся резкой критике антифанатов. Не Голд и ее интересы недоброжелатели защищают, а сомневаются в любой состоятельности Яббарова как к труду, так и к обязанностям мужа и отца. Не отстает от Яббарова и Саши Гобозов, который вроде тоже строительством занят вместе с Андреем Чуевым. Друзьям Саше и Андрею очень понравилась история стройки, которая началась еще на телепроекте Дом-2 и закончилась скандалом с Ольгой Васильевной, ее конфликтом с сыном и любимым Андреем Чуевым. Заготовка для визита на поляну Дома-2, куда приглашают в выходные выпускников проекта Готова. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok